Здравствуйте, я приветствую вас на очередном выпуске программы «Церковь Ковчег». Тайный судебный процесс, проведенный среди ночи без всяких разумных обвинений, но уже с готовым приговором. Какие ассоциации приходят к вам, когда вы о таком слышите? Скандал? Заговор? Именно это и имело место, когда Иисус ожидал приговора после своего противозаконного задержания. Но почему этот незаконный допрос устроили прямо ночью? Откуда взялись такие обвинения? И почему с Иисусом вообще так поступили? Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка, а именно 14 главу. Сегодня мы рассмотрим стихи с 53 по 65. Если вы хотите, то можете встать сейчас вместе со мною, и мы прочитаем эти стихи. Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, с 53 по 65 стих. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями, и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, став лжесвидетельствовали против него и говорили. Мы слышали, как он говорил, «Я разрушу храм сей, рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточным. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, «Что, ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам, свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смертьем. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки, и слуги били его полонитом. И даже остановившись на таком месте, давайте все же скажем «Аминь». Ну, а теперь можете присаживаться. Вы помните, что Иисус находился в Гефсиманском саду, но потом туда пришла толпа первосвященников и римлян и схватила его. На него надели кандалы, и прежде чем отвезти его к Иаафе, отвели его сначала к Анне, который был тестем к Иаафе, и только уж потом привели его к тому, кто занимал тогда должность первосвященником. И вот что мы читаем у Матфея, а взявшие Иисуса, отвели его к Иаафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Отсюда мы узнаем, что Иисуса там уже ожидали. Давайте также не забывать, сколько времени тогда было. Это был не день, а глубокая ночь. Когда Иерусалим уже спал, они устроили суд над Иисусом. И вот в столь поздний час там и собрались книжники. Обычно они так поздно не собирались. Они уже ждали его. Это было скорее тайное заседание суда, чем обычный допрос. Согласно иудейским предписаниям, суд должен был проходить только днем и на территории храма, куда мог зайти кто угодно. Но очевидно, что из-за предстоящего праздника они поторопились, желая уладить это дело как можно скорее. Обычно в случае несправедливости всегда торопятся, ведь иначе об этом могла узнать общественность. Иначе произошедшее могло стать многим известным. Поэтому они решили действовать как можно скорее и подтасовать факты. Иначе они бы просто упустили удачную возможность. Павел сказал об этом так. Многие их быстры на пролитие крови. Книжники, фарисеи и первосвященники очень спешили. И тут у меня напрашиваются вопросы. Да и не один. А как у вас с этим? Проверяете ли вы себя, когда вы спешите? Потому что правда может подождаться. Она не боится, что завтра она перестанет быть правдой. А ведь то, что было правдой вчера, верно и сегодня, да и завтра, мы не должны торопиться. Почему вы не даете достаточно времени человеку, который должен для вас подписать какие-то документы? Если с контрактом все в порядке, то он может подождать и до завтра. Дайте человеку время все проверить. Если бы их обвинение было абсолютно твердым и соответствовало закону, эти уважаемые господа дождались бы окончания празднований и могли бы спокойно, при свете дня, публично рассмотреть это дело против Иисуса. Но ими руководила несправедливость. Поэтому нужно было проделать это в темноте. Поэтому нужно было проделать это еще и быстро. Всегда будьте осторожны, если хотите побыстрее разобраться с другими людьми. Возможно, вами тоже движет несправедливость. Вынесете ваше намерение на свет Божий. Позвольте другим все проверить. Не бойтесь быть открытыми. Позвольте другим проверить вашу правдивость, потому что если вы говорите правду, то тогда вам просто нечего скрываться. Но у этих друзей на уме было нечто нехорошее. Они вынесли свой приговор еще до начала процесса. А вот почему мы читаем в Евангелии от Марка «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лже свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточно». Только представьте, кого-то арестовали, и никто не знает, за что его вообще арестовали. Но книжники, фарисеи и верховные религиозные лидеры не возражали. Их программа была ясна. Иисус должен умереть. Им нужно было просто найти пару свидетелей, благодаря которым они могли бы найти повод для Его казни. Поэтому они стали искать свидетелей прямо среди ночи. В Евангелии от Матфея сказано, «И хотя много лжесвидетелей приходило, об этих словах я особо задумался. Была же уже где-то полночь, и тут в Библии мы читаем, «И хотя много лжесвидетелей приходило, откуда же пришло это множество лжесвидетелей?» Возможно, их согнали со всего Иерусалима? Возможно, слуги первосвященника ходили по улицам и вопрошали, «А вы слышали об Иисусе?» Не можете ли вы сказать что-то плохое об Иисусе? Мы заплатим всем вам, если вы хоть что-то расскажете. На этом процессе будут первосвященники и все остальные. Если вы выступите там, вы получите хорошенькую сумму денег. Возможно. Они обещали им не 30 серебряников, как Иуде. Такие деньги предложили только ему. Но этим свидетелям, судя по всему, тоже заплатили. Но понятно, что все эти свидетели путались в своих показаниях. Разумеется, все они рассказали свои истории, и в итоге их истории противоречили друг другу. Многое в них не стыковалось. В итоге, обвинители не нашли ни одного свидетельства против Иисуса. Понятно, что проделать подобное очень трудно. Как вы думаете, сколько таких свидетелей можно найти в целом мире? На нашей планете проживает порядка 7 миллиардов человек. Вы можете опросить все эти 7 миллиардов о том, что плохого они могут сказать об Иисусе, и они не смогут ничего такого сказать о нем. Такого свидетеля не найти во всем мире. Его не было ни в одном веке. Не может быть такого, чтобы кто-то мог встать и честно сказать, «Вот какое зло совершил Иисус!» А вот какое нехорошее слово Он сказал! И вот какая злая мысль у Него была! И вот какие у Него были планы! Никто не может так сказать! Петр позднее писал, Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Кто хочет встать и начать говорить против Иисуса? Тогда людям предоставили такой шанс. То, что затеяли эти заговорщики-фарисеи, с самого начала было обречено на провал. Никто не может дать каких-нибудь злых свидетельств и показаний против Иисуса. Ибо Иисус никогда не вел себя по злому. Он безгрешен. В нем нет ничего ложного. Давайте скажем на это «Аминь». Он чист и свят. Он праведен во всем, что Он сказал и сделал. Кто осмелится в чем-то обвинять Иисуса? Какой свидетель найдется, чтобы сделать это... Это просто драматическая история о лжи. Но все же нашлись два человека. Согласно Матфею, их было двое. Марк пишет, что их было больше. И эти двое смогли выдать что-то внятное. Они заявили. Мы слышали, как Он говорил, «Я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный». Да, Иисус говорил о разрушении и восстановлении храма. Так оно и было. Но мы знаем точно, что под этими словами Иисус подразумевал не каменный храм. Иисус ни в коем случае не собирался разрушать каменный храм, эту массивную постройку, а потом заново отстраивать его стены за три дня. Нет, Иисус говорил о храме Своего тела. Но об этом два этих чудесных свидетеля, разумеется, умолчали. И вот Иисусу стали это вменять. Ему стали вменять, что Он такое говорил. Эти свидетели злонамеренно исказили слова Иисуса, вырвали их из контекста и оболгали его. Это обычная практика, которая продолжается и сегодня и используется в средствах массовой информации и в судах некоторых стран для осуждения христиан. Чьи-то слова неправильные столковывают, и вот перед вами уже скандал. Что можно было сказать против Иисуса, а за что можно было бы приговорить Его к смерти? Он исцелял больных, кормил голодных, утешал печальных и любил людей. Однажды Он задал такой риторический вопрос. «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить Меня камнями». Так что же произошло? Почему они так хотели убить этого праведника, этого невинного человека? Он был заведомо невиновен. Почему они хотели так с Ним поступить? Почему они так Его ненавидели? В Библии сказано, «Они возненавидели Меня напрасно». Но да сбудется слово, написанное в законе их, «Возненавидели Меня напрасно». Не было никакой причины, не было никакого повода для того, чтобы убивать или устранять Иисуса, даже, чтобы Его наказать. Не было совсем никакой причины. Ничего. Но они ненавидели Его. Как можно ненавидеть хорошего человека? Как можно ненавидеть праведника? Как можно испытывать ненависть к тому, кто творит только благо? Как можно ненавидеть такого человека? Вот какие вопросы возникают у нас при чтении этих строк. И на этом мы сейчас подробно остановимся, потому что очень важно это понимать, и нашему обществу тоже. Касательно того, как нашему светскому обществу относится к Иисусу и христианской вере. «Они возненавидели Меня, хотя Я не сделал ничего плохого, и делал только хорошее». Так сказал Иисус. И это ненависть ко Христу и Его Небесному Отцу. Сейчас я скажу очень важные слова, присущие каждому человеку. Надеюсь, вы это понимаете. Почему мир ненавидит Христа и по сей день? Причина этого стоит искать в падшей природе человека, каждого человека. Павел объясняет это так, очень фундаментально. Плотские помышления. Под этим он подразумевал помышления обычного человека. Суть вражда против Бога. Все люди появляются на свет с врожденными, враждебными помышлениями. С каждым новорожденным на земле у Бога автоматически появляется новый враг. Эта враждебность дремлет в каждом человеке и становится агрессивней, когда какой-нибудь человек из плоти и крови. Помышление, которое враждебно по отношению к Богу, внезапно встречается с Богом. Когда он впервые встречается со Христом и обретает какую-то сопричастность с верой, он сначала нервничает, а затем начинает вести себя агрессивно. Он говорит, «Я не делал ничего плохого». Но нет же, Иисус сказал, «Меня мир ненавидит только потому, что я свидетельствую о нем, что дела его. Они злые». Вы слышали? Иисус мог и выражать это, и не выражать этого. Одно его решение свидетельствует людям, что они злые, поэтому они его и ненавидят. Иисусу даже ничего не нужно говорить. Вполне достаточно уже одного его присутствия. В его нравственном совершенстве, его чистоте, его святости люди видят оскорбление для себя. Они любят тьму больше, чем свет. Со мной уже пару раз происходила такая история. Я попадал на какое-нибудь сборище людей, где никто меня не знал. Затем собравшиеся там люди начинали трепаться о всякой ерунде, и кто-нибудь из них показывал на меня и говорил, «Послушай, вот этот человек, он пастор». Когда они об этом узнавали, они тут же начинали меня избегать. Никто не хотел со мною разговаривать. Почему же так получалось? Я же приходил туда не за тем, чтобы говорить людям об их грехах. Это был чей-то день рождения или еще какой-нибудь праздник, куда я тоже был приглашен. Я был очень рад тому, что меня пригласили и не хотел никому сделать зла. Но потом кто-нибудь узнавал меня и говорил, «Это же пастор из телевизора». Как-то на одном таком сборище ко мне подошел один человек, который незадолго до этого отпускал всякие глупые шутки и сказал, «Извините меня, пожалуйста, за мои слова. Я не знал, что вы пастор, только потому, что я был пастором, пастором свободной церкви, одним из тех, кто познал Христа. Только из-за этого люди не хотели со мною общаться. Они пытались держаться от меня подальше. Но я же не Иисус. Я сам грешник. Если уж сам я считаю себя грешником, грешным пастором, то подумайте о том, какой внутренней дистанции люди придерживались, когда оказывались рядом с Иисусом, когда Он приходил туда, где были люди и был среди них. Эти люди отворачивались от Него. Было бы очень интересно на это посмотреть. Божья святость и чистота, явленные в Иисусе, воспринимались другими людьми как травма. Святость бросает вызов ненависти. Чем интенсивней откровение святости, тем сильнее человеческая враждебность. Ни один человек, который когда-либо ходил по этой земле, не был добрее Иисуса. Никто не любил больше, чем Он. И все же Его любовь приводила людей в ярость. Его любовь была такой совершенной и чистой. Сверхъестественной и святой. Но вот безумие. Именно эти любовь и правдивость и настроили против Него всех людей. Любовь Христа настолько велика и свята, что человек не может ее вынести. Богослов Спраул, как-то сказал в одной из своих проповедей, просто чудесное предложение. Он сказал, святость Христа это жало воплоти грешного человека. Надеюсь, вам понятно его слова. Встреча со святостью Христа заставляет нас разозлиться. и делает нас отрицательными персонажами. не что иное, как проявление сокрытой в нас изначальной враждебности по отношению к Богу. Иисусу ничего не пришлось делать, и Он и не собирался делать ничего плохого. Таким образом, религиозные лидеры в Израиле поступали от лица всех людей. Если бы Иисус жил где-нибудь в другом месте, то же самое случилось бы с Ним и там. Если бы Иисус жил сегодня в Германии, странствовал по стране, исполнившись любви, совершал чудеса и знамения и учил людей хорошему, то уж поверьте, тогда бы Он стал для Германии врагом номер один. И вот еще важные слова. Именно ненависть плоти к духу, как сформулировал это однажды Павел и побудило книжников действовать столь преступно. Даже сегодня хочется спросить этот мир, что сделали вам христиане, что вы так ненавидите их веру? Они выполняют свою работу и платят налоги. Они не прибегают к насилию. Вместо этого они молятся за правительство. Они ищут лучшего в городе и являются ни в чем не повинными горожанами. Почему же христиане это самая преследуемая религиозная группа в мире? Что же такого натворили христиане в этом мире? Что же мы натворили, раз нас так ненавидят? А причина заключается в том, что Божьи дети, христиане исповедуют Иисуса, Его примерное поведение, Его безгрешную жизнь, потому что мы верим в чистые, святые, ценности Библии. Я еще раз повторю сейчас эти слова, потому что мы верим в чистые и святые ценности Библии. Вот почему мы злим других людей. Вот почему они в бешенстве. Но когда по Божьей милости они начнут любить свет, они больше не будут его ненавидеть. Тогда они полюбят Христа как своего Спасителя и Искупителя. Те люди в Иерусалиме не нашли никаких свидетелей. Они ненавидели Иисуса и хотели от Него избавиться по причине лежащей глубоко в них своей внутренней враждебности по отношению к Богу. Поскольку Он был чист и свят, они видели в Нем угрозу для себя. Давайте-ка подумаем сейчас о себе и о своих друзьях так же. Подумайте об этом хотя бы немножко. Возможно, вы тоже ненавидите Иисуса. Возможно, вы тоже не хотите иметь с Ним ничего общего. Возможно, вы говорите о Нем плохие вещи или зло шутите о Нем. Если это так, то подумайте о том, какое извращенное отношение у вас к тому, кто делал только хорошее, к тому, кто подарил вам жизнь и пообещал свою любовь. Почему же мы так ополчились на Иисуса? И почему мы так ненавидим Его? Безо всякой на то причины, а это происходит из-за нашего злого сердца. Да, нашего злого сердца, Господь Иисус Христос, даруй мне чистое сердце, забери у меня мое испорченное сердце, чтобы я перестал ненавидеть свет и Твою истину, а заодно и совершать гонения на Тебя, чтобы я вместо этого начал следовать за Тобою во имя Иисуса. Мы хотим нести людям благую и утешающую весть о том, что Иисус Христос ждет верующих на небесах, а также мы оказываем и конкретную помощь, нуждающимся в ней, на всех континентах нашей планеты, через наши гуманитарные и диаконические проекты. Бог с уверенностью говорит, что Его дети перетерпят все до самого конца, но при этом для людей, оказавшихся в трудной ситуации, важна и конкретная помощь братьев-христиан. Наша Церковь тоже оказывает такую помощь посредством гуманитарных проектов во многих странах мира. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Продолжение следует...